Гость в студии у нас сегодня врач-онколог, иммунолог Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы и ученый Института Микробиологии и Версологии Рижского Университета Министрадыня Симона Доныня. Здравствуйте. Доброе утро. Да, и у нас еще будет по телефону один ученый Евгений Ермолаев. Мы с ним свяжемся чуть позже. Ну, а сейчас вот, может быть, сначала все-таки, что же это за добавка? Да, потому что в России сенсация лекарства против рака – важнейшее достижение латвийской науки. Так ли это? Ну, конечно. Думаю, что это достижение латвийской науки. Но насчет лекарства против рака, ну, тут это все-таки не так. Как уже это было представлено, это, конечно, пищевая добавка. То есть это не медикамент, не лекарство. Это препарат. Препарат, который используется в течение лечения онкологических больных как добавочное средство после или во время лечения химиотерапии, лечения лучевой терапии с целью уменьшить те побочные эффекты, которые, к сожалению, существуют при таких сложных методах лечения. То есть, поскольку я иммунолог и поскольку этот препарат считается иммуномодулирующим средством, то есть таким, который работает на иммунные клетки, балансирует иммунный ответ и старается повышать защитные силы организма и иммунологические реакции после химии лучевой терапии, тогда мы использовали этот препарат для того, чтобы уменьшить именно вот такого рода побочные эффекты химиотерапии. То, что делалось во время клинического наблюдения после лучевой химиотерапии или во время лучевой терапии, мы измеряли количественный состав иммунологических клеток и также функциональную активность этих клеток для того, чтобы оценить, как же организм реагирует на препарат, на эту пищевую добавку, которая содержит, в общем-то, очень ценные вещества, которые были добыты из природных средств, гликопептиды, бета-глюканы, которые способны повышать количество иммунологических клеток и также повышать их функциональную активность, что, конечно, приводит к тому, что эти пациенты выздоравливают более быстро, но выздоравливают, может быть, не от опухоли как таковой, но выздоравливают от тех побочных эффектов, которые мы создали во время своей химиотерапии и лучевой терапии. А какие это побочные эффекты? Побочные эффекты субъективные и объективные. То, что касается субъективных, это слабость, недомогание, это может быть какие-то проблемы с пищеварением, это может быть усталость уже, ну, я не знаю, после пару часов бодрствования, это могут быть какие-то выступания и на коже. А то, что мы можем мерить объективно, это понижение в крови, белых кровяных клеток, в том числе всех иммунологических клеток, которые, конечно, приводят к тому, что организм меньше сопротивляется и к инфекционным заболеваниям. Ну да, так можно сказать. И то, что все почти, из нас каждый содержит какие-то вирусы, с которыми мы как бы сживаемся, то есть то, что мы называем латентными, персистентными вирусами, тогда при вот таком понижении количества иммунологических клеток и их функциональной активности эти вирусы как бы манифестируют. И получается так, что если, может быть, больной отмечал, что были там ГЭТПИС один или два раза в году, то после этого, может быть, их пять и шесть раз в году. Ну, также там еще различного рода инфекционные такие болезни. И это то, что мы можем помочь такого рода препаратам, как этот гликому. То есть, вот, значит, ваш препарат давали тем больным, которые и так уже были после заболевания и шли уже на поправку. В принципе, мы их давали тогда, когда пациенты получали вот это специальное лечение, то есть вот это радикальное лечение после операции, после химии, после лучевой терапии. И тогда для того, чтобы они, да, скорее как бы выздоравливали от этих, всех наших дел, так. Но, конечно, мыслили еще о такой цели, что, может быть, поскольку иммунная система имеет очень, ну, как бы, такую большую роль и в противоопухолевом выздоровлении, тогда цель была такова, еще повышая неспецифическое звено иммунного ответа, может быть, можем мы и стараться как-то вот этот период без рецидива, то есть, ну, предупреждения метастазов. Но этом я не могу, ну, стопроцентно уверять, потому что, конечно, такого рода испытаний, ну, наблюдений у нас не было, и никто, конечно, это не документировал. Но чисто теоретически, чем более здоровая иммунная система, организм имеет большую возможность и выдавать вот этот противоопухолевый иммунный ответ. А что показали-то наблюдения? Наблюдения показали то, что эти люди, во-первых, они чувствовали себя лучше, начиная с того, что у них желудочно-кишечный тракт нормализовался, потому что при такого рода лечения есть воспаление слизистых, и тогда, ну, масса всяких жалоб у пациентов. Потом они меньше уставали, а потом они меньше, то есть, реже воспринимали какие-то инфекционные заболевания. Ну, были учителя среди них, были работники детского сада, где действительно контакт всё время с детьми, и каждый там чихает и кашляет на него, они говорят, ой, хорошо, вот зиму провела очень хорошо и не болела ни разу, хотя два месяца назад получала химиотерапию, лучевую терапию. Это тоже очень хороший вариант. Ну и, конечно, то, что мы могли определить чисто объективно лабораторными методами исследования, это было количество иммунокомпетентных клеток, которая чаще возрастала и больше возрастала в той группе пациентов, которые получали эту пищевую добавку, если мы сравнялись с теми, которые не получали ничего. И функциональная активность клеток тоже была более высокая. А сколько народу наблюдалось и как долго? В нашей больнице у нас было 50 пациентов в группе, которые получали этот препарат, 50, которые нет. И вторая часть наблюдения, которым руководила доктор Яуна Аксна с больницы Паула Страдене, там было 20 больных после лечения рака лёгкого, специального лечения, ну и часто болеющие больные. То есть мы могли сравнивать и объективно, и субъективно этих пациентов. Наблюдение, срок наблюдения, пока больные получали препарат, было 4 месяца. После того мы наблюдали до года, ну как они себя чувствовали и как вот эти лабораторные параметры менялись. Вы знаете, наша цель была больше смотреть на иммунологический ответ, потому что это иммуномодулятор. То есть исходя из того, что это не противоопухолевый препарат, а иммуномодулирующий, то есть целевая наша задача была смотреть, как препарат действует и вообще ли он действует, и не повышает, то есть не повышает, может быть, он какие-то, то есть или повышает какие-то там, ну не знаю, качественные, количественные способности иммунного ответа. Вот это была основная цель. То, что мы наблюдали, действительно повышение качества жизни было у этих пациентов однозначно, но нашей целью не было, может быть, измерять там безрецидивный период или без метастазов период, а потому что это не трактируется как противоопухолевое средство. Да, мы сегодня говорим об одном из важнейших достижений латвийской науки за прошлый год, так это было названо экспертами Академии науки Латвии, это не мы придумали, такая пищевая добавка, которая была разработана для ускорения реабилитации больных и укрепления иммунной системы после онкологических и вирусных заболеваний. Вот препарат разработала группа ученых, в том числе и Симона Доныня, которая у нас сейчас в студии, врач-онколог, иммунолог. Можете нам звонить 672-12-939 и 672-13-939, но уже, наверное, после перерыва на новости. Мы сегодня говорим об одном из важнейших достижений латвийской науки за прошлый год, так было названо на экспертами Академии науки Латвии, пищевая добавка, которую окрестили, конечно, противораковой сразу, но на самом деле это не так, как нам сказала ученая Симона Доныня, которая у нас сейчас в студии, врач-онколог, иммунолог и ученый из университета Страдене, она используется для ускорения реабилитации больных и укрепления иммунной системы после онкологических и вирусных заболеваний, что, конечно, тоже очень важно. Ну вот пишут нам, и совершенно справедливо пишут в видеочате в нашем, что как только слышишь БАД, то есть это что у нас, как это? Логически активная добавка. Активная добавка, да. Да, конечно. Так сразу это вот ассоциируется с какой-то ерундой. С какими-то жуликами, прямо скажу. Нет, ну это общепринятое такое, и, честно говоря… Одну секунду, я прошу прощения, с нами на связи уже Евгений Ермолаев, ученый, который разрабатывал эту добавку. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, я хорошо слышу. Доброе утро, Балакон. Да, здравствуйте. Мы тогда сейчас… Вот у нас в студии сейчас Симона Донанья, и вот мы с вами по телефону тоже. Вы расскажите, пожалуйста, как вообще вот идея вот эта пришла о создании такой вот пищевой добавки? Почему топинамбур, лисички, вот почему именно они? Да, значит, идея пришла… Мы уже давно занимаемся этой проблемой, и впервые идея пришла… Здесь главный препарат – это все-таки гликопептид из молочно-кислых бактерий. Вот впервые, значит, это болгарин Богданов в 75-м году выделил, значит, активное вещество структуру, помогли ему установить, значит, русские ученые из Института биоорганической химии, и потом они, значит, разработали метод синтетического получения этого гликопептида. И технологию поручили Латвии. Вот здесь начинается самое интересное, значит. Две организации участвовали в этой технологии полусинтетического гликопептида. Институт органического синтеза и научно-производственное объединение биолар Олайна. Была разработана документация и передана вместе с образцом, то есть первое внедрение было проведено в Латвии, передано в Москву на клинические испытания. Значит, следует пометить, что химическая формула этого синтетического гликопептида практически такая же, как и у природного гликопептида. Значит, русские ученые нашли спонсора англичан и сумели провести клинические испытания. После клинических испытаний я был приглашен в Москву и, значит, делал второе внедрение. Надо отметить, значит, особо, что фармакопейная документация полностью была разработана в Латвии. Значит, очень энергичным фармацевтом я называю его фармацевт от Бога. Это Олег Акифьев, который в настоящее время работает на Гриндексе. А половина молекулы до сих пор поставляется, значит, фирмой СИА БАПАКС под руководством лантеорганизатора УДА Калайса. Этот препарат нашел свое применение в России. И до сих пор он существует под названием ЛЕКОПИТ, продается в аптеках. Вот до сих пор он используется, значит, половина сырья используется в Латвии. То есть там это лекарство, я правильно поняла? Да, это совершенно правильно. Это таблетки 1 миллиграмм, 10 миллиграмм, значит, которое мы, я был на должности директора по производству, разработали и запустили, значит, получил лицензию Минздрава России. За эту работу мы, значит, удостоены премии правительства России в области науки и техники за разработку и внедрение нового поколения иммуномодулятора ЛЕКОПИТ. После окончания этой работы, буквально через 3 дня, вот, я получил приглашение в Соединенные Штаты, значит, именно выделить все-таки натуральный препарат из молочнокислобактерий, где я отработал полтора месяца, вот, очень интенсивная работа была, многому там научился, вот. Вернувшись в Латвию, я продолжил эти работы уже, значит, в Институте микробиологии и вирусологии. Вот. И эти работы продолжают до сих пор. Что касается, значит, другого натурального иммуномодулятора бета-глюкана из грибов, эта работа проделана, значит, еще более в давние сроки учеными в различных странах, в частности, и в Японии, и в Китае. Вот. В Латвии она проделана работа, значит, это сотрудниками биологического факультета государственного университета из выделения бета-глюкана из Шитака. Вот. Ну, я, значит, у меня больше душа лежала именно к природным лисичкам, Гайлонес, в Латвии, где вот этот препарат мне казался более натуральный. Ну, хочется отметить, что мы используем при технологии выделения как гликопептида, так и бета-глюканов из грибов, значит, только пищевые продукты. Это уксусная кислота, значит, питьевая сода, этиловый спирт, это лизоцин из куриных яичек, и так далее. Вот. Мы, значит, за прошедшие несколько лет мы просто разработали, значит, наш коллектив, композицию, вот. Ну, и решили совместить, значит, так, некоторые свойства иммуномодуляторов бета-глюкана и гликопептида, вот, в одном флаконе, так образно выражаясь, и добавить вместо, значит, обычных, вот, наполнителей, там, лактозы или еще-то добавить вот порошок топинобора, который содержит инулин, и инулин как раз, заменитель сахара, вот, помогает очень хорошо при диабетике. То есть те, кто, у кого диабет, они могут тоже использовать эту добавку, да? Да, они могут использовать, да, поскольку, значит, лактоза, это молочного сахара, значит, как наполнитель, то, что мы первые, значит, образцы делали, вот. Под названием гликомун, вот, мы, значит, выпустили, разработали, выпустили, значит, совместной с фирмой Анималаб, выпустили эти, значит, препараты. Ну, после выпуска у Анималаб, значит, есть свои соображения, вот, они хотят самостоятельно работать, вот, ну, к сожалению, без контроля со стороны Стравнинского университета, я думаю, что, ну, тяжело им будет, ну, дай им Бог, так сказать, все-таки работать в этом направлении, вот, у нас сейчас главная забота, значит, вот, есть идея сделать более эффективные препараты, как с гепатопротекторным эффектом, так и с онкопротекторным эффектом, эффектом, вот. Значит, все-таки еще лишний раз хочу подчеркнуть, это неречебные препараты, вот, это, значит, устаробак, это, значит, пищевые добавки, вот, и наша цель, значит, выпустить такие препараты, которые бы использовались не только после химиотерапии, радиотерапии, о чем подробно доктор Донаня, очевидно, вам рассказала, но также, как и профилактические препараты, вот. Значит, есть у нас и другие направления, пока на все не хватает, значит, рук, но, тем не менее, значит, мы, значит, постараемся развить направление, сделать препарат, который помогает больным псориаз, сделать препарат, значит, все-таки, который бы, значит, укреплял сердечную деятельность в будущем, ну, и, значит, и некоторые другие направления. Ну, вот, вкратце все, вот. Вот, о чем, так сказать, вот, хотелось сказать, характеризую вот эту нашу скромную работу. Вот, я считаю, что она скромная. Много вы еще не сделали. Ну, значит, надеемся, когда мы переедем в новый корпус, вот, на новом оборудовании, вот, мы сделаем гораздо больше. Вот, вкратце все, что я, значит, хотел сказать. Спасибо вам большое. Евгений Ермолаев был с нами на связи, ученый Института микробиологии и вирусологии Рижского университета Страдыня, который разрабатывал вот эту пищевую добавку. И все-таки, вот, мы остановились на этой... Почему это пищевая добавка, да? Вот, вы уже видите из вопросов, что недоверие у людей, да? Конечно, да, и не только у людей, но, конечно, и у врачей, у медиков так же, как увидишь, что это пищевая добавка, какой-то бац, сразу скажется, ну, там ничего такого нет. Тем более, что вот господин Ермолаев сказал, что в России лекарства, да? Да, конечно, конечно, конечно. Но вот тут эта разница. Это разница клиническое наблюдение и клинические исследования. То есть для того, чтобы какое-то вещество или композицию, ну, или препарат зарегистрировать как медикамент, нужны обширные клинические исследования, которые стоят массу денег, которые стоят массу ресурсов человеческих и научных в том числе. И, конечно, это очень большая работа, потому что обычно это три фазы клинического исследования, а то потом и четвертая уже после регистрации. И употребление препарата. Ну и, конечно, это очень-очень тяжело потянуть, ну, скажем, думать и университету, и, в общем, нашим людям. То есть получается так, что, несмотря на то, что, допустим, медики, ученые видят вот несомненный такой серьезный эффект от этой добавки, да, которая вот звучит несерьезно, добавка для многих. Ну да, это так не совсем хорошо. Такой вот лечебный эффект лекарством, это сделать очень трудно, потому что существует масса препятствий. Да, это действительно трудно. Конечно, зарегистрировать препарат как пищевую добавку, ну, гораздо как бы можно скорее и легче это сделать. Очень было бы хорошо, как уже говорил господин Ермолаев, что продолжать работу в этом направлении и, может быть, надеяться, что когда-то вот это заляжет в аптечной эпохе в категории медикамента. Потому что, да, действительно, и мы знаем этот российский препарат, ликопит, работает... А это аналог получается? Или вот что-то? Я не могу так сказать, потому что это все-таки синтетический препарат. А то, что вот здесь, это натурального происхождения, плюс композиция не та, конечно. Но класс иммуномодулирующий тот же, только более, конечно, такое более большое доверие и серьезное отношение, конечно, если это препарат, если это покупаешь по рецепту, который выписывает врач, это нормально. И, во-вторых, почему еще не доверие? Потому что там масса. Зайдешь, не знаю, хотя в какой-то супермаркет, там тоже разного рода добавки, все. В аптеке тоже масса всего. И, конечно, кажется, ну, если там 100 штук, ну, что там может быть особо? Как мы можем выбрать, ну, не знаю, хотя там какой-то рыбий жир из 30 рыбьих жиров, да, которые лучше? Кто мне скажет, которые лучше? И тут тоже кажется, вот это для иммунитета, это для иммунитета, там все повышает, все улучшает, а что брать? И потому я бы хотела все-таки напомянуть то, что, может быть, не надо так без консультации врача брать все, что мы видим в аптечной полке. Ну, это, наверное, вот прежде всего онкологам надо знать и рекомендовать. Я думаю, что и онкологи, и, конечно, семейные доктора, потому что семейный врач это тот, который ближе, всегда ближе. Если там к специалисту, надо, может быть, ждать там 2-3 недели и еще больше очереди, так семейный врач, он более близкий, и он знает своего пациента и может порекомендовать тоже, что надо и что не надо еще. Ну, конечно, онкологи больше. У нас есть еще несколько минут, вы нам звоните, пожалуйста, по телефону 672-12-939 и 672-13-939. А вот, ну, просто, если чуть продолжить эту тему, все-таки вот что должен, как вот донести до семейных врачей, чтобы они рекомендовали вот этот гликомон? Ведь действительно это, ну, как мы поняли, очень эффективная такая пищевая добавка. Да, и главное, хорошо, то, что мы не видели пока, надо сказать, фу-фу-фу-фу, да, никаких таких серьезных побочных эффектов. То есть такого, чтобы он как-то понижал качество жизни пациента или бы создавал побочные дела, вот к тому, да, что мы хотим как бы лечить побочные эффекты, а сами создаем новые. Но такого не наблюдалось, что очень хорошо. Я думаю, что семейные доктора уже информированы частично, и я думаю, что еще будут информированы. Конечно, что, думаю, что это можно на эту добавку, думаю, что мы можем положиться, потому что, как вы слышали, это молочнокислая бактерия, это лисички, это топинамбур. Ну, природные компоненты. Вроде бы, тут, ну, ничего такого не может быть. А для того, чтобы она стала лекарством, как я понимаю, нужно проводить дорогостоящие испытания. Да, очень-очень серьезные клинические испытания. И по времени, и по объему пациентов, и по мониторингу пациентов. Ну, там, это очень сложная процедура, очень сложная. А государство как-то помогает? Ой, вы знаете, тут я, наверное, неправильный человек. То, что я знаю, то есть действительно вот эти научные гранты, где можно вырабатывать какие-то проекты. Ну, а так вот, чтобы кто-то так финансировал, просто, ну, я не в курсе. Нет, ну, здесь вы как раз-таки не одиноки в своем мнении. Именно многие ученые говорят о том, что наука сегодня в Латвии живет за счет грантов в основном. Ну, да, так оно и есть. А вот эти гранты, их можно использовать, скажем? Как трудно их получить. Нет, да? Нет, как трудно, ну, добиться финансирования от этих грантов. Там огромнейшая конкуренция. Ну, я не знаю, если, например, отрасль биология, медицина, биомедицина, скажем, если можно вообще получить только один или два гранта на все государство, ну, так вы понимаете, как это широко. Это такая сфера, которую мы не можем обхватить. Это нет так, что там, скажем, вот онкологии было бы конкретно там три гранта только. А скажите, вот вообще какая большая команда работала конкретно над гликомоном? Ну, над гликомоном, да, работали, конечно, еще все те люди, которые занимались чисто техническими делами. И, конечно, подготовкой всей. И, конечно, все те, которые помогали в клинике. Это, конечно, не только одна донанья, да, там, например, могла организовать клинические все эти дела. Я уже упомянула доктор Ялна Оксна из больницы Страданья. Это и все, и сестрички, и участие и пациентов, и других сотрудников, и лабораторный коллектив, да. То есть это... Вообще, я должна, конечно, выразить очень большое спасибо всем и коллегам, и пациентам, которые согласились участвовать в этом наблюдении, потому что это тоже немаловажно. Пациент может отказаться. А скажите, а что получают ученые вот за такие изобретения? Вот они придумали вот такой препарат новый, гликомон. Пусть он даже пищевая добавка. Тем не менее, как мы видим, он очень эффективен и так далее. И больные сами подтверждают. Что ученым в результате? Кроме того, что, скажем, Академия наук... Латвия Зинатня Академия с года ракст. Один на всю группу. Почетная грамота. Почетная грамота на все. На всю группу. Одна почетная грамота. И Латвия Зинатня Академия с книгой о профессоре Страдани. Красивая хоть грамота? Ой, грамота. Ну, а книга? Книга очень хорошая. Книга красивая. Нет, книга очень хорошая. Очень хорошая книга. Это действительно, они молодцы, что они про такого человека написали так. Это фантастика. И профессор Страданч выступал свои 80 лет чудесно. А я видел эту книжку, это воспоминание его как бы, да? Ну, да, там все, и как это... Это так интересно, конечно. Можно я вас спрошу дилетантский вопрос, что поскольку мы говорим о препаратах... Вы иммунолог и препарат по числе укрепления иммунитета. И может ли вам помочь людям больным иммунодефицитом, иммунодефицитом человека? Такая мысль есть, что, может быть, можно использовать. Такая мысль была. Как раз вот у господина Ермолаева с коллегами, что, может быть, там может быть еще какой-то резон и в этом. Потому что тогда инфицированы определенные клетки иммунной системы, но стараясь поднимать так называемое неспецифическое звено, вот как делает гликомун, мы можем предотвратить, может быть, болезни, которые присоединяются вот к этому человеку, который инфицирован хивом. Такая мысль вообще есть, что это можно было бы быть тоже как такое добавочное поддерживающее средство. А будут какие-то испытания проводиться? Ой, трудно сказать, трудно сказать. А что еще сейчас? Вот над чем еще идет работа, вот скажем, у ученых? Ну вот, может быть, которые ваши... В Институте микробиологии и вирусологии очень много работают люди над теоретической медициной и над тем, как, например, герпесные вирусы 6-7 типа, которые сейчас очень активно изучаются во всем мире, действуют на пускные механизмы различных неврологических болезней. То есть, как герпес запускает вирус? Как герпес... Да, потому что есть 8 типов этих герпес-вирусов. Там первые изучены очень хорошо, восьмой там опять вот при том же хитлоинфекции, когда КПО-6 саркомс развивается, а шестой, седьмой обычно о них так забывали. Там вроде бы нет такой клинической картины, очень бурной и так. Но они иммуномодулирующие, в том числе, что они могут запустить много чего другого. И там очень интенсивные исследования, особенно по поводу неврологии происходят сейчас в данный момент. А с практической части, ну вот, там, наверное, будет развиваться дальше насчёт вот этих гликомонов, гликопептидов, создавания новых композиций, как уже варили. Ну, скорее всего, наверное, скорее всего, только пищевые добавки пока. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была врач-онколог, иммунолог и учёный Симона Дониня, которая вот в группе других учёных, своих коллег разработала пищевую добавку для ускорения реабилитации онкологических больных и укрепления иммунной системы после онкологических и вирусных заболеваний. Добавка называется гликомон, и вот, наверное, семейные врачи могут её рекомендовать смело, раз она уже продаётся. Да, продаётся. И дай Бог вам всем здоровья и пусть ваше состояние улучшится, вот если вы будете принимать эту добавку. Спасибо вам тоже, уважаемые учёные. До свидания, хорошего дня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова